Игумен Афонского монастыря Ксенофонд, архимандрит Алексей Мадзирис, посетил Ессентуки и Георгиевский женский монастырь на горе Дубровки. Чем ознаменовался визит высокого гостя, расскажут наши коллеги. Свои 80 герунта, как уважительно по-гречески обращаются к архимандриту Алексею Мадзирису, немало путешествуют. Неоднократно бывал и в России, но на благословенном Кавказе впервые по приглашению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, бывавшего на Афоне. В Ессентуках на территории храмового комплекса, где возвышается величественный скульптурный образ Христа Воскресшего, Игумен Афонского монастыря Ксенофонд, посвященного святому Георгию Победоносцу, чувствует живую связь с родиной. Здесь поистине уголок Греции в России, и многие прихожане обращаются к нему на родном языке. Строящийся храм Успения Пресвятой Богородицы наполняют благодатные афонские песнопения. После освящения, запланированного в этом году, храм в византийском стиле будет вторым действующим после Петропавловского, построенного в русской архитектурной традиции. Также на Святой Горе, символизируя братство и диноверие двух народов, соседствуют греческий Ксенофонд и русский Пантелеймонов монастыри. Έτσι, συμμετείχαμε στις γιορτές αυτές, των χιλίων χρόνων παρουσίας μοναχισμού από την ρωσική επικράτεια. И мы тоже принимали участие в 30-летие присутствия русского монастыства, на Святой Горе. Икей живем, πολύ агапημένοι. Мы живем там, в любви. Хиллятσσα χρόνια. Уже тысячу лет. Έχουμε κοινή λατρεία. У нас общая служба Богу. Έχουμε επικοινωνία αγάπης. Мы общаемся в любви. Έχουμε συνεργασία. Мы сотрудничаем. Я тебе спасибо, Масяноник, О Христос. Как я раньше сказал. Масяноники, Неписис. Потому что нас объединяет Христос и единая вера. Визит архимандрита Алексея в Свято-Георгиевский женский монастырь как благословение Святой Горы в Греции, Святой Горе Ковменвод, Дубровка. Знакомство с Георгиевским храмом и подарок на память. Список чудотворной иконы Святого Георгия, Великой Святыни, монастырь Аксенофонд. Рассказав игумене Варваре и сестрам историю почитаемого образа, архимандрит Алексей напомнил, что общий небесный покровитель их монастырей очень сильный угодник Божий. И обещал, что обязательно будет молиться ему на Святой Горе о насельницах женской обители Благословенного Кавказа. Елена Христосова, Артем Соломенцев, студия Благословенный Кавказ.